Если у вас недостаточно денег, все, пожалуйста, уезжайте в Россию, учите язык там. Хочешь не хочешь, и каждые три месяца за мой нынешний университет я должна отдать 1400 долларов. И я, как вы видите, не вышла замуж за гражданина Америки. Если бы мне попалось подобное видео, я бы, наверное, немножко подсуетилась и иначе сделала бы свои документы. Всем привет! Вы на канале «Приехать в США». Меня зовут Лена Плотникова. И, как вы уже знаете, я показываю каждый выпуск бизнеса, профессии наших ребят в Америке. Но сегодня я хочу поговорить тоже об очень важной теме, которая касается каждого, кто хочет переехать в Штаты. Это выбор, по какому пути вы здесь будете легализовываться. Для меня это была смена статуса с туристического, но студенческий. Я расскажу, почему я выбрала именно такой путь. Я не захотела делать политическое убежище, я пока не выиграла грин-карту, у меня нет рабочей визы. И я, как вы видите, не вышла замуж за гражданина Америки, чтобы получить документы. Я выбрала свой путь, он не самый легкий, но у него тоже есть свои преимущества, свои минусы. И я бы хотела предостеречь некоторых из вас от ошибок. Честно говоря, если бы я посмотрела такое же видео 2,5 года назад, когда я собиралась переезжать и думала, что да ладно, я решу на месте. У меня есть турвиза, главное влететь, а дальше разберусь. Вот в тот момент, если бы мне попалось подобное видео, я бы, наверное, немножко подсуетилась и иначе сделала бы свои документы, находясь еще в России. Тем не менее, все же случилось, этот статус я уже получила на территории США, поэтому мне очень важно показать вам, что вы можете сделать прямо сейчас, перед тем, как соберетесь приехать в Америки. Но если уж у вас нет плана и вы, как я, рванули по туристическому виде, то мой путь, я думаю, тоже вам пригодится. Ну а прежде чем мы с вами к этому перейдем, пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте лайк. Это очень важно для подтверждения этого видео, особенно для тех ребят, кто интересуется Штатами. Ну и, собственно, для меня, конечно, я хочу, чтобы мои видео набирали просмотры, я хочу для вас делать их больше, показывать больше, есть тогда мотивация. Поэтому очень прошу, прежде чем вы начнете просмотры, поддержать меня подпиской, лайком и комментарием. Поехали! Итак, когда вы прилетаете в Штаты, естественно, вам ставят штамп пребывания. Как правило, в Америке этот штамп дается на полгода, то есть 6 месяцев вы легально можете находиться в стране. Эти 6 месяцев очень большой срок, чтобы решить, какой тип визы, какой путь вы дальше выберете. Многие ребята за эти полгода, например, понимают, что им здесь не нужно находиться, уезжают обратно. Другие, наоборот, точно уверены, что они хотят здесь находиться и на 5-4 месяц подают документы на политическое убежище, собирают кейс, почему они хотят бежать из своей страны. Кто-то выходит замуж, бывают случаи, когда человек реально встречает гражданина Америки, влюбляется и в них реальный кейс. Кто-то выигрывает грин-карту, находясь на территории Штатов, точно так же переезжает. Но если всего этого не случилось, вы можете избрать такой же путь, как у меня. Я на самом деле, когда переехала, я думала, что буду делать О1. О1 – это виза талантов. У меня было достаточно публикаций обо мне. Моих публикаций были корочки международных союзов журналистики, союзы России журналистов. Но этого оказалось недостаточно для того, чтобы получить визу О1, потому что у меня не было здесь работодателя. Если бы я немножко раньше начала делать попытки получить визу О1, возможно, я бы нашла такого работодателя. Но поскольку время было ограничено, я не могла оттянуть до конца 6 месяцев, я должна была подать на новый статус на 4-5 месяц. И самый легкий и доступный путь, как мне на этот момент казалось, стала студенческая виза. Я узнала, что можно ее получить на территории Штата. То есть мне не обязательно обратно возвращаться в Россию, особенно в нынешней ситуации, когда невозможно никакой визы получить в России. Мне не нужно было в какую-то другую страну для получения студенческой визы. Я могла все получить здесь. И первый шаг, когда я начала изучать эту тему, был выбор паралегала. Паралегал – это, как правило, помощник адвоката, человек, который уже получил лицензию на адвокатскую деятельность. Он, почему вообще часто ребята обращаются именно к паралегалу, это дешевле. Человек обладает такими же знаниями обычно, как адвокат или юрист. Он не должен вас представлять в суде, поскольку это просто смена статуса. Это довольно легкий способ найти себе помощника. И я обошла 10 паралегалов, без шуток, которые мне говорили разную, противоречащую друг другу информацию студенческой визы. И это важно понимать вам, что любой статус, если вы будете делать не самостоятельно, а со специалистом, то лучше обойти как раз 7-10 человек. Здесь масса помощников, которые посоветуют вам то, что выдворит вас из страны. Часто такое тоже происходит. И один из паралегалов мне говорил, что подаваясь на визу, вы должны уже идти учиться в университет. Если иммиграционную службу увидишь, что вы учитесь, у них будет больше поводов дать им учитесь. Другой паралегал мне говорил, что Лена, ни в коем случае этого не делайте, если вы начнете учебу сейчас. Во-первых, вас ни один губ не будет, а во-вторых, даже если вы каким-то образом начнете учиться, и иммиграционная служба об этом знает, что она вам не одобрила это обучение, она не одобрила в обсудимскую визу, то вас просто депортируют. В общем, обойдя таких специалистов, кто-то из них брал деньги за консультацию, 150 долларов, 300 долларов. По неопытности, естественно, я платила эти деньги, что не советую вам делать. Все нормальные паралегалы, адвокаты, вас проконсультируют, естественно, бесплатно, если они вас интересуют. Когда я нашла своего паралегала, естественно, потребовался пакет документов, которые мне нужны для этой визы. Прежде всего, мне надо было выбрать колледж или университет, в который я хочу пойти учиться. Как правило, у всех один повод получить студенческую визу, находясь на туристических штатах, это выучить английский язык. И в иммиграционной службе к этому давно привыкли, они знают, что это нормальный повод, и они охотно соглашаются дать вам эту визу. Для этого вам нужно найти языковой колледж, который даст вам специальную форму I-20, которая вам позволит, собственно, запросить у иммиграционной службы право на изменение статуса. На самом деле, далеко не все колледжи, университеты принимают акт студентов, посттуристические визы, не все дают эту форму I-20. Вы должны либо самостоятельно понравившему колледжу прозвонить, узнать у них об этой форме, либо просто попросить своего паралегала пойти по более легкому пути и сказать, в какой конкретный колледж вам поступать. Но тогда у вас не будет выбора, вы должны будете принимать те условия, которые дает только этот колледж, эту программу и те деньги, которые дает только этот колледж. Кстати говоря, я оставлю список колледжей и университетов, которые дают такую форму в Калифорнии, существенно, вам облегчить жизнь при поиске, собственно, учебного заведения. Но мало того, что этот колледж вас готов принять. Естественно, иммиграционной службы этого недостаточно. Самое главное – это ваши банковские статементы. То есть вам нужно показать счета, что у вас достаточно денег. Это основная причина отказов в Америке по студенческой визе. И вам важно доказать, что потом, после изучения, вы отправитесь в свою страну и будете применять там полученные знания. Если вы этого не предоставите, серьезность своих намерений, что вы здесь только хотите учиться и ничего больше, естественно, вам откажут в визе. Как это было у меня? Поскольку я подавалась на четвертый месяц пребывания, естественно, у иммиграционной службы, во-первых, возник вопрос, а что я здесь вообще делала 4 месяца? Действительно ли я такой турист, который очень интересна Калифорния, что я смогла задержаться на 4 месяца? Где я была? Но у меня такая черта, я очень жадная к путешествиям, к новым местам. И я прям сама пушила себя, что мне нужно поехать по Калифорнию, в другие штаты и так далее. И у меня набралось достаточно количество фотографий, подтверждающих, что каждый месяц я действительно путешествовала. Миграционная служба требовала 3 фотографии из разных мест за месяц. Соответственно, умножаю на 4, 12 фотографий из разных мест. Я должна была показать. Естественно, это не только Лос-Анджелес. Смотрите, я в Южном Калифорнистском университете, где я сейчас нахожусь. Смотрите, на Голливуд Сайм, смотрите, там нет. Это должны были места быть Сан-Диего, Сан-Франциско, Йеллоустон, Секвоя, парк национальный, Аризона, Гранд Каньон. Все, что угодно. И нельзя врать в дате, что тоже важно. Я не знаю, каким образом, но аграционная служба потом узнает, что на самом деле это будут другие даты. Поэтому, если вы соберетесь, избираете такой же путь, то, пожалуйста, подготовьтесь и хотя бы за 3-4 месяца вы собираете такой клуб фотографий, действительно поездите, поизучаете место, где вы будете жить. Это вам очень сильно поможет. Второй не менее важный момент – это финансы. Финансы – это то, что требует больше всего, это, пожалуй. Если у вас недостаточно денег, все, пожалуйста, уезжайте в Россию, учите язык там. Они требуют, чтобы у вас на счету было как минимум 16 тысяч долларов, которые вы можете предоставить на данный момент. К тому же нужно предоставить ежемесячный доход, который позволяет полностью оплачивать учебу, оплачивать ваше жилье и оплачивать вашу жизнь в штатах. То есть хотя бы не менее 4 тысяч долларов, чтобы вы получали ежемесячно. Это все должно быть предоставлено на бумаге. Когда я переезжала в штат, у меня была накоплена достаточно сумма денег, которую я собирала в течение нескольких лет в России. И я слегка себе подумала, да ладно, у меня вот только денег есть на счету. Это же мои деньги, ровно заработанные. Я еще не уволена из своего издания, я еще работаю, я получаю какие-то фрилансы, я постоянно есть доход. Ко мне никто не придерется, вот же мои статусы. Их хватает. Там 16 тысяч, действительно, все чинно благородно. Но, как показалось, иммиграционной службе этого было недостаточно. Они у меня попросили дополнительные банковские счета. Параликл в этом случае всем говорит, нужно искать американского спонсора. Я, если честно, не понимаю этот бредовый закон, который позволяет мне за несколько месяцев найти американца, который готов предоставить все свои счета, все свои налоги, вписаться за меня, поручиться в случае, если я не смогу плачать на университет. Но это что-то нереальное. Но если у вас есть такие знакомые, то лучше заранее с ними поговорите, потому что это увеличит в несколько раз ваш шанс на получение этой визы здесь. У меня не было такого знакомого, который вписался на достаточно серьезный документ, и за меня поручились родители. В тот момент мне про Лидо говорило, что, честно говоря, поручительство из России для миграционной службы ничего не значит. Если ты не найдешь американского спонсора, ну, 50 на 50, чтобы было лучше добиться. Слава богу, видимо, моих счетов, и счетов, которые подоставили родители, было достаточно, чтобы мне одобрили эту визу. Я, собственно, подала. В общем, резюмируя, получается, вам нужно на несколько моментов. Это iPhone из вашего колледжа. Это 16 тысяч долларов на вашем счету. Спонсор, который сможет вас поддержать в случае, если вы не сможете оплачивать, это обучение. Фотографии, которые говорят о том, что вы действительно сначала въехали как турист, а уже потом поняли, что вы были здесь находиться в студенческой визе. И желательно иметь работодателя в вашей стране, который напишет письмо о том, что он сможет принять вас после такого обучения, вы повысите свою квалификацию, свой язык, и с этими знаниями вы сможете получить какую-то должность. Все эти документы отправляются в миграционную службу с помощью параллитров. И помимо этого я еще подавала документы на продление туристического статуса. То есть полгода я могу пребывать в легальном статусе. Пока моя виза одобряется, ему легальный статус заканчивается. Естественно, вот эту зону они считают уже нелегальным статусом, несмотря на то, что документы мои уже входят. Получается, ты должен продлить свою визу. Продлить визу туристическую можно в экстренных случаях, например, как получение другого статуса, болезнь и так далее. Еще на полгода. И что-то это позволяют делать. По сути, легально они предоставляют тебе возможность жить здесь в течение года. Я знаю, что пару дней назад этот закон отменили, но тем не менее этот пункт тоже важен. Вдруг опять вернут, и мало ли что может произойти. Проверьте, прежде чем вы будете подавать также на визу, нужно ли продлевать туристическую визу. То есть я подавала две формы. На продление туристической и на получение студенческой визы. Кстати говоря, выбрать программу обучения, зависимо от ее объема, от стоимости, от длительности. Вы можете уже потом, после получения визы, вам не обязательно сделать это дома. Главное выбрать колледж, который будет соотноситься по финансам. Я выбрала колледж в Вест-Колумбия. На тот момент они очень легко давали айт-понти, и они преимущественно принимали только такие студенты. То есть 90% моих одногруппников как раз получили студенческий статус именно здесь. Я ждала ответа от миграционной службы полгода. За эти полгода вы должны понимать, что вас в любой момент могут депортировать, отказав в этой визе. Вы можете, конечно, подать апелляцию, еще и еще, но вы должны внутренне быть к этому готовы. Особенно сейчас, в нынешней ситуации, когда пандемия изменила все, и студенческий статус дает не так быстро, это может потянуться на год или полтора. Мне повезло, я получила довольно быстро, по меркам того, как это делается. В течение шести месяцев мне уже ее дали. Нужно обговорить, что, естественно, услуги паралегала, подача заявления на смену статуса, удовольствие недешевое. В целом весь пакет услуг мне обошелся в тысячу долларов, и считается это оптимальной ценой для изменения статуса туристического на студенческой. Кто-то берет полторы тысячи долларов из адвокатов, паралегалов, которые берутся за это дело, кто-то берет пятьсот долларов. В любом случае, вы должны закладывать тоже эту сумму на изменение статуса, поскольку даже если у вас возникнут вопросы, и бесплатно вам, естественно, ничего делать не будет. После того, как мне позвонил мой паралегал и сказал, что все, виза одобрена, я тут же должна была начинать учиться. Условно, я не помню, какой именно день она мне позвонила, она мне позвонила в среду, в понедельник я должна была быть уже на учебе. То есть в понедельник у меня должна была быть уже полная сумма за весь семестр, чтобы оплатить на его и начинать учиться. Без этого я не начну учиться, если я не оплачу, моя виза тут же аннулируется. Важно сказать, что виза отдается бессрочно. Сам университет или ваш колледж решает, на какой срок вы будете пребывать в Штатах. Например, мой колледж дал мне сначала визу на 2 года, то есть получила я в 20-м году студенческую визу, до 22-го я могла здесь пребывать, обучать. В общем, я выбрала программу, которая стоила 1200 долларов в семестр, то есть раз в 3 месяца должна была платить эту сумму. При этом обучение происходило по 4 часа 4 дня в неделю. Ты должен действительно присутствовать на занятиях, делать все, отвечать на вопросы преподавателя. Если вдруг ты учишься недостаточно хорошо, то твоя виза может аннулироваться, тебя могут отчислить, даже несмотря на то, что ты платишь. Все равно меньше 80% посещаемости и успеваемости. Все, пока ты уезжаешь в Россию, ну или остаешься здесь нелегально. Только мы про это. И я хочу сказать, что 1200 – это очень маленькая сумма, очень маленькая сумма для такого обучения. У меня был только английский язык, деловой английский, разговорный английский, письменный язык. И если разбить на месте, я получила, что платила это 400 долларов. Когда кто-то узнавал мою сумму, говорили, господи, или ты учишься бесплатно, где мне такие господи. По происшествию трех месяцев вы можете выбрать любой гус, который, возможно, стоит дешевле, или, возможно, какие-то другие условия, или, возможно, там профессия вашей мечты. Вы можете спокойно перейти в этот гус. Этот гус вам дает новую форму с новым сроком пребывания, что тоже важно. То есть в колледже я могла учиться до 22 года, и все. Через три месяца я перевелась в университет, и он мне позволил учиться до 23 года. Кстати говоря, важно понимать, что вы по студенческой визе работать не сможете. Максимум, через год после обучения, если на кампусе будут рабочие места, вы сможете запросить работу там, и получить благодаря этому social security number, который, собственно, и позволяет вам работать. Social security потом вы сможете использовать для того, чтобы, например, открыть свою компанию. Студент вы и куриц, собственно, вы можете это делать, и уже работать через эту компанию. Просто как вариант. Если бы у меня была возможность, конечно, такой тип визы я получила бы в России. Во-первых, потому что она мне бы позволила выезжать. Из-за того, что я получила студенческую визу в Штатах, я выезжать никуда не могу, кроме, собственно, путешествий по Штатам, на Гавайи максимум могу слетать. Собственно, все. Если я вдруг вылетаю в Россию, то, собственно, и мое обучение аннулируется, моя виза аннулируется, и, что самое ужасное, я потом не смогу влететь в Штаты, и зачастую Россия, из-за того, что она не очень любит, когда вот так делают российские граждане, получая визу внутри Штатов, и потом очень часто отказывают несколько лет в получении какого-либо типа виз. Но если вы получите визу в России, то все каникулы вы сможете проводить в Европе, в России, где угодно. Второй момент – это, конечно же, отсутствие возможности легально работать, что тоже огромный минус этой визы. Третий момент – это постоянная плата за обучение. Хочешь, не хочешь, и каждые три месяца за мой нынешний университет я должна отдать 1400 долларов. Если я их, собственно, не отдам, то мое обучение прекратится. И четвертый момент – студенческая виза – это не иммиграционная виза. Да, я могу здесь жить 2, 3, 4, 10 лет, сколько угодно, но это не дает мне право все-таки быть резидентом этой страны. Я не могу получить грин-карту вместе с этой визой. Я не могу опять-таки никуда влетать, у меня нет тревел-паспорта, и нет речи даже о гражданстве, естественно. Но это мне дает огромный запас времени, с помощью которого я могу понять, вообще хочу ли я здесь жить. Я прочувствую и ментальность, я прочувствую и ценообразование, и страну, и климат. Все, вообще все аспекты. Я встречу новых друзей, или, может быть, не встречу, а это даст мне возможность понимать, вообще, нужно ли мне здесь оставаться. Это уже относится, естественно, к плюсам. Я могу за это время выиграть грин-карту в лотерею, например, и потом спокойно подать на нее, тоже находясь здесь. Или, может быть, я встречу парня с американским гражданством, со своим семьей, и очень так же получаю документы. А может быть, и вовсе я улечу из Калифорнии и посчитаю, что эти несколько лет были просто опыт. Это можно называть плюсом этой визы. Ну и, естественно, безусловно, у вас всегда будет второе высшее образование, полученные знания. Что касается знаний, несмотря на то, что мой университет не самый популярный, но он все равно достаточно крупный. Одно его название уже говорит об этом. Это Южный Калифорнийский государственный университет, бакалавр, общее образование, имеется в виду, что там биология, бизнес, у них есть такое понятие. С этим образованием я могу пойти уже в какой-то другой вуз, сюда по своей профессии, не знаю, в продакшн и так далее. Ну а вообще, ребят, не затягивайте, если вы понимаете, что вы хотите перебраться в Штаты, но еще не уверены, понравилась, например, вам эта страна, не хотите брать путь политического убежища, то заблаговременно подумайте о студенческой визе, находясь в России. Да, вы не сможете получить в России эту визу, но вы сможете влететь в другие страны и получить эту визу там. Я, например, обращалась на форум Винского, когда не могла в России получить туристическую визу, и в режиме реального времени я видела, в какой стране я могу получить этот тип визы, какие есть даты, какие требования, не дают, не дают, почему отказывают, я тоже оставлю ссылку на этот форум здесь ниже, он очень сильно вам поможет, это лучший туристический форум, который есть, не реклама, это действительно вам поможет. Но на самом деле, какой бы вы путь не избрали, самое главное, быть в легальном статусе, не позволять себе его просрочить, поскольку потом у вас тоже будет ряд проблем, с которыми вам, наверное, не захочется сталкиваться. Но я благодарю, что вы досмотрели видео до конца, я еще раз прошу вас, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, поддержите меня, чтобы это видео увидело, как можно больше человек об этом канале тоже узнали многие, и у меня была мотивация делать новые видео, встречаться с новыми героями, придумывать для вас новые формы, давать вам реально полезную информацию. Пока-пока, смотрите мои хорошие видео.